Когда говорят о посредниках, о роли посредников, надо иметь в виду, что для решения конфликтов самый лучший путь – это когда стороны ведут переговоры без посредников. Но для этого должно быть политическая воля с обеих сторон, мера доверия. Когда же нет ни доверия, ни политической воли, без посредников обойтись просто невозможно. И в армяно-азербайджанском переговорном процессе, в отношении между двумя между странами, конечно же, роль посредников не просто существует, она огромная. Другое дело, что каждая страна выбрала своего посредника и свои территории для ведения переговоров. Для Азербайджана это постсоветское пространство. Поэтому Азербайджан исходит из того, что все переговоры Ирюха Малиева с Николом Пашиняном или министром иностранных дел должны проходить на постсоветском пространстве. Или же можно, так сказать, без посредников, но опять-таки имея в виду постсоветское пространство. Пашинян же исходит из другого, что переговорный процесс должен проходить на западной переговорной площадке. Он не доверяет переговорным процессам, которые идут на постсоветском пространстве, исходя из того, что там все делается под нажимом или под влиянием Российской Федерации. А на западной площадке там другая картина. И есть ли сегодня роль посредников? Конечно же. Вот вопросы демаркации. Собственно говоря, еще и до этого посредники сыграли большую роль. В данном случае мы все в Азербайджане были выдушевлены, когда в 2022 году, в апреле месяце, Пашинян вдруг заявил, что Карабах это Азербайджан. Сказал он публично на ходе своего выступления в Ереване в парламенте армянском. Но мало кто знает, что на самом деле это была не добрая воля Пашиняна. Это был план Соединенных Штатов Америки. План по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Смысл этого плана был такой, что Армения публично признает Карабах частью Азербайджана, в свою очередь Азербайджан, также публично объявляет о создании специальной комиссии по интеграции карабахских армян в свой состав, специальную программу. И действительно, после выступления Пашиняна тогда Азербайджан объявил о создании такой вот интеграционной комиссии во главе с зампремьером Мастапаева. Другое дело, что это вмешалось в Россию еще один посредник, еще одна роль и многое исчезло, провалилось. Но это было сделано, то есть заявление Пашиняна это не было его доброй волей, это была роль Соединенных Штатов. То же самое и впоследствии было. Американцы оказывают давление, переговоры проходят, что-то принимает Алиев, Пашиняна тоже принимает, а потом вмешивается Россия и многое разрушается. Вот сейчас конкретно вопрос демаркации. Это тоже не просто так. Здесь, в переговорном этом процессе, в последнее время, модераторам, я бы сказал, модераторам переговоров между Арменией и Азербайджаном по демаркации, там главную роль играет Соединенные Штаты, на самом деле. Именно они торопят события. Именно американцам принадлежит идея, чтобы поскорее заключить этот договор и надо поэтапно решить вопрос демаркации. Начать с самых простых участков, где не так сложно определить, где начинается одна граница, где завершается, и постепенно переходить в более сложным участком на юге страны. Точнее, на юге границы Армяно-Азербайджанской, потому что начали с севера. Там серьезных проблем особых на самом деле нет. Это сложная проблема, но надо было начать, и модераторам здесь выступают американцы. Но я имею в виду в вопросе демаркации, потому что там, как вы знаете, стоял сложный вопрос с четырьмя селами в Армении. И стоял вопрос о том, что Армения должна их отдать Азербайджану, поскольку это, если стороны пришли к согласию проводить демаркацию на основе Алматинской декларации от 1991 года, то на основе тогда в этой декларации как раз эти четыре села, они были в составе Азербайджана. Потом начались боевые действия, и Армения их оккупировала. Но они азербайджанские, соответственно, Армения должна вернуть, и Пашинян дал команду о возвращении этих сел и о демаркации в районе этих сел. Другое дело, что в Армении, конечно же, оппозиция, пророссийская оппозиция делает все, чтобы сорвать этот процесс демаркации. И мы это уже видим, как в этих четырех селах, там были и продолжаются попытки со стороны пророссийских сил организовать протесты местных жителей, а также даже организовать такую вот акцию, марафон своего рода от этих сел, тавурских, как это в Армении, до Еревана. И завершить там большим митингом протеста с точки зрения оппозиции, которым примкнут очень многие, и потом удастся свергнуть Пашиняна. Но мы видим, что на самом деле даже жители этой села особо не поддержали разъяснительная работа, которая велась там в последнее время, она дает свои плоды. Плюс Соединенные Штаты, как главный модератор, конечно же, уделяют внимание. И если учесть, что процесс демаркации требует многих финансов, там же, когда демаркацию делаешь, возникает вопрос с дорогой. Часть, например, дороги, она оказывается теперь на азербайджанской территории. Значит, соответственно, Армении надо строить обходную дорогу, чтобы по этой там северной части, а там был в свое время, там проходит дорога Армении-Грузии. Теперь часть, значит, под контролем будет, она на нашей территории будет. Это наша территория была оккупирована когда-то. Значит, надо строить новые автомобильные дороги. Помогать будет финансово в этом направлении со стороны Соединенных Штатов. Стоит вопрос о помощи карабахским беженцам, поскольку оппозиция также стремится, оппозиция пророссийская стремится сорвать процесс демаркации, вот, чтобы привлечь недовольность своей населения, перерочить беженцам. И им помогает. То есть, без посредников, на самом деле, этот процесс переговора между Азербайджаном и Арменией не проходит. Только мы видим, что есть посредники, которые реально пытаются решить проблему и добиться даже подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, даже, как вот сказал недавно, вот сегодня на пресс-конференции Пашинян, к ноябрю. Насколько это реально, сказать сложно, поскольку, еще раз говорю, есть еще другой посредник. Это Россия, которая делает все, чтобы сорвать и процесс демаркации, чтобы сорвать многое, и свергнуть власть Пашиняна, поскольку с точки зрения Кремля, Путина, это Пашинян просто...